Да, сэр, сегодня мы начнём с чистого листа, находясь прямо в поле. Ведь именно отсюда нам нужно на скорость заработать на свою личную машину и купить билет до Кайперика. Тот, кто сделает это, быстрее побеждает и будет ждать вас на Альте, куда вы можете залететь и играть вместе с нами. Самое главное, не забывайте вводить мой промокод Орган, который даст нам лучшие бонусы, ну а мне 50 рублей. Мы начинаем вообще в чистом поле и нам каким-то образом нужно сейчас добраться... Не, ну кстати, как будто бы самое логичное будет сейчас спуститься вон туда вот к дороге и просто найти попутчика, который сможет нас докинуть до города. Да, место старта, конечно, супер-мега-идеальное. И скажите, пожалуйста, а как нам вообще заработать денег, если мы находимся в поле? Блин, ни плана вообще, ничего нету, надо как-то, надо что-то придумать. Ну а сейчас самое быстрое, как мы можем реально заработать все 5 тысяч, это скорее всего у нас это такси. Но чтобы арендовать машину, нам надо заработать 50 баксов. Даже этих денег у нас с вами нет, понимаете? А просить нельзя, вот да. Теория, как мы можем сделать? Мы можем попросить кого-нибудь нам купить какую-нибудь аптечку, Потом мы продадим эту аптечку, короче, вот такими схемами передвигаться. Вообще, теория, мы обменными можем спокойно дойти до 5 тысяч, как бы, и, ну, правилами это не запрещено. Правила, вы, конечно же, все услышали, но я лучше повторю, что Олега в рот топтал. Он, он собака, он по моей методике идёт. Ну, короче, по правилам то-то, что мы не можем брать ни у кого бабки, но мы можем просить предмет какой-нибудь, этот предмет потом слить, и тем самым мы заработаем бабки. В общем, нам надо нафармить, ну, где-то десятку, поэтому думаю, что это будет вообще несложно. Ну, я точно пойду сейчас выпрашивать у типов предметы. Ну, потому что, извините, пожалуйста, это самая лучшая часть, как по мне. Самое главное, чтобы если сейчас машина поедет, взять и начать машинить, чтобы Олега выкинули. А где он? А, он в ту сторону побежал, кстати, смотри. Я-то просто на дорогу, чтобы найти попутку, а он, видимо, прям бежит в город, чтобы там начать работать, видимо, он хочет реально начать клянчить предметы около Больки. Ну, отчасти логично и нет. Хотя, ну, нет, Олег умный, мне кажется, сегодня он покажет мастер-класс, как выживать с нуля. Ну, а пока мы просто дальше бежим. Да, чуя, мы с вами вообще ничего не заработаем. Давай-ка на всякий случай забежим в магазин одежды, вдруг тут валяется одежда. Реально, я говорю, тут бывает иногда такое-то, что можно зайти просто в какой-нибудь магазин, там будут валяться какие-то шмотки или что-то типа того. Их потом можно будет продать. Ладно, я так или иначе бегу в сторону Сэндика. Я надеюсь, что там мы сможем хоть заработать 50 баксов каким-то образом. И взять в аренду такси. Но самое быстрое, как можно заработать деньги, это точно такси. Мы клянчить деньги не будем, мы будем просить тебя давать чаевую. Вот-вот, и всё. И это уже не клянчество, понимаете, да? Это уже, ну, всё. Это уже награда за, так сказать, за поездку. Стой! Ну, понятно. Не, я, походу, вообще зря на самом деле побежал сюда. Хотя, ну, нет, что-то машинки катаются какие-то. Давайте, смотрите, мы сейчас попробуем до больницы добежать. Попросим кого-нибудь купить нам бургер. Попробуем этот бургер продать за 50 баксов. Всё, и мы просто в шоколаде. Нам самое главное такси получить. Все заказы на такси делаем, и всё. И это, ну, и это наш план. Это, понимаете, стратегия, которой мы продерживаемся, и всё. Ну, так, не га... Вообще людей нету, вы чё, гоните? А, нет, вот гражданин. Сейчас, погодите. Гражданин, здравствуйте. Извините, что вас беспокоят. Скажите, пожалуйста, у вас в случае амбургера не будет? Рагу подойдёт. Рагу подойдёт, конечно. Спасибо большое вам, вы добрый человек. Рагу, это ещё лучше! Всё, спасибо вам большое. Спасибо, я, я, я покушаю сегодня. Я не буду голодать, спасибо. Так, смотрите, ребята, у нас с вами есть рагу. Рагу, это ещё лучше, потому что... Знаете, сколько стоит одно рагу? Давайте я вам покажу. Одно рагу стоит 125 баксов. По сути, кстати, мы можем сделать объявление. А ведь реально, смотри, мы можем выставить... А, я должен быть на почте. Так как раз почта рядом. Я думаю, рагу за 50 баксов выкупит прям моментально, как будто бы не... Кстати, вообще мы можем сделать очень даже просто. Нам два раза мясо отвезти в организации и, в принципе, всё. Бабки свои я не буду тратить на закупку предметов. О, подожди-ка. Ну, он, видимо, угонку везёт. Тогда ладно, не буду отвлекать его. Короче, условно, свои бабки я тратить не буду, чтобы в организации купить контракт. Также у меня в семье есть тачки, одну из которых можно спокойно взять и начать фармить. Поэтому, по факту, вы должны следовать моему примеру. Залетать на альту и ко мне в организацию. Ведь это самый быстрый старт, который вообще возможен. Поэтому апайте пятый уровень и пишите мне в ВК, чтобы я вас принял. Я уже бегу минут пять. И чтобы вы понимали, проехала вот эти вот две машины, которые вы видели, и всё. Ноль вообще машин тут едет. С таким успехом я реально сейчас просто добегу уже до какой-нибудь стройки. Пойду там бабки зарабатывать. Потому что вообще никого нет. Ноль машин, чтобы вы понимали. Реально надо какой-нибудь Ambient Track включать и бежать о своих мыслях рассказывать. Потому что ну ноль машин ездит, что за бред. Время полчетвёртого дня. Где машины? Непонятно. Смотрите, мы можем попробовать сейчас выставить объявление просто на продажу. Либо вот то у людей, кто сидит, я спрошу, может быть, кому-нибудь нужно рагу за 50 баксов. Вот сейчас узнаем. У меня есть рагу, одна штука. Я вот за 50 баксов продаю. Сможете купить у меня? Ой, спасибо. Найс. А выстави на файлит, пожалуйста. Ээээ, блин, а могу так просто? Ребят, я только что продал рагу за 50 баксов. Всё, кайф. Спасибо, девушка, вам всего хорошего, наилучшего. Так, и теперь надо эти деньги снять. Как раз-таки неподалёку есть банкомат. То есть смотрите, вот, пожалуйста, пруфки даю вам. То есть вот вы получили... ПЯТЬ ТЫСЯЧ! Не, ну я продавал за 50 баксов вообще. Ничего себе, мажористы. Там девушки, конечно, нормально вообще. Ну, ребят, я снимаю 50 баксов, конечно. Мне нужно ровно 50. Короче, смотрите, в чём проблема. Да? Как я понимаю... Какая минимальная? Вот минимальная сумма, которую я могу снять, это 100 баксов. Поэтому я сниму, наверное, её просто. Да, и мы будем фиксировать только 50. То есть я вот эти вот 96, я из них потрачу только 50 баксов, которые мне просто перевели на телефон. И всё. Я уже добежал до города, и я чую то, что сейчас я буду стрелять что-то у 24 на 7, которые находятся спереди нас. Я хочу просто реально, ну, стрелять, скажу, аптечку. Боргер, купите мне, пожалуйста. Потому что типа мопед, с***, по приколу. Моча вот стопнется, я его ударю, мопед украду и доеду до особняка. С***, он его того самого, ну ладно. Я думаю, заведён им оставят. Реально сейчас я просто пешком добегу до особняка своего, и всё. Добегаю до особняка, и берём нашего предатора. Теперь на нём едем до нашего офиса. Здесь берём контракт на мясной день, потому что мусор, ребята, у меня здесь выполнили. И совершенно бесплатно мы сейчас начнём зарабатывать, ну, просто колоссальные деньги. Нет, реально, это самые лёгкие старты. У меня есть всё. Мне кажется, пока Олег там на своих двоих бегает, я сейчас, ну, просто гениально, очень быстро сделаю бабки. Клиент, клиентик. Так, у него какая-то хорошая сумка. Координаты. Какую точку. А вы точку, гражданин, на карте поставьте. Ну, или можете так просто денег закинуть, сколько не жалко, и я вас довезу быстренько. Так, ну, давайте, давайте поставим, давайте 500 баксов поставим. И будем наглеть, наверное, ну, посмотрим. Согласился, найс! 500 баксов наши первые есть, ребята, W. А, кстати, откуда у меня косарь взялся? А, он мне ещё денег накинул, прикинь? Ну, спасибо. Это чаевые, я правильно понимаю? Спасибо, гражданин, всего хорошего, до свидания. Всё, давайте, удачки. Подожди, он мне косарь дал. Это честно вообще или нет, я не понимаю. Я ему сказал просто, если там в кайф, типа, можете наличкой оплатить. А он и так, и так сделал, просто и всё. Получается, с одного заказа мы с вами сейчас нормально так денег заработали. Так, ну, поехали, наверное, так же, хотя в больнице там вообще никого нет. Там единственный вариант, наверное, просто вылавливать заказы вот так, наверное, и всё. Не, вообще, чисто логически, я могу сейчас сделать одно мясо, поехать в казик, просто поставить фишки. Если повезёт, будет классно, если не повезёт, то я вашара. Наконец-таки, мы здесь идём сюда, походка надо быструю сделать. Берём ящик и погнали грузить наш предатор. Да, надо ещё посмотреть вообще, какая машина есть самая дешёвая на Фоавито. Потому что, допустим, в автосалонах это точно Торнадо, либо Ингот там за 3 тысячи, за 2 тысячи, чё-то такое. Может, есть дешевле что-то на торговой площадке? Потому что, по идее, мне надо 2 тысячи на билет. Типа, туда-обратно он меня по-другому не пустит. Ну и 3 тысячи или 4 на машину. А, мне вообще 6 или 7 тысяч надо нафармить, вообще халява. Так, сколько я тут закинул уже? Охренеть ещё таскать. Короче, всё, я устал уже туда-сюда грузить, поэтому поехали. Это просто реально уже настолько надоедает туда-сюда вот это всё делать. Поэтому срать я хотел на правило ПДД. Едем сдавать всё мясо. Так, где-то здесь наш клиентик. Приехали на точку, я предполагаю... О, это гражданка. Девушка, здравствуйте. Так, 2 километра. Давайте 500 баксов дальше поставим. Я думаю, у неё есть деньги. Спасибо большое. А, девушка, подскажите, пожалуйста, вас температура в салоне устраивает? Может, какая-то определённая радиоволна нужна там, вот что-то такое? Ладно, я понял, она меня жёстко игнорит, поэтому надеюсь... Надеюсь, она подкинет за это чаевые. Просто очень сильно надеюсь. Так, ну всё, гражданочку-то мы довезли. Её прям вот сюда, прям вот сюда вот довезли её. Блин, без чаевых. Ну ё-моё, ну можно же было чё-нибудь накинуть. Ну почему нет? Так, заказов пока нет, поехали к больнице, попробуем там чё-нибудь поймать. А-а-а, опять конкурента. А ну-ка всё, мои клиенты, моя точка. Вот так вот встаём, заказики на всякий случай смотрим, вдруг чё появится у нас. Ну и параллельно просто вот кликаем и, надеюсь, поймаем чё-нибудь. Так, 2 километра, 500 баксов ставим и поехали. Гражданин, я вас приветствую. Устраивает ли вас температура в салоне? Всё ли вам хорошо? Всё хорошо, помолчи, пожалуйста. Спасибо. А чё, как дела вообще, чем ты занимаешься? Я просто вижу, ты жёсткий тип, прям такой крутой очень. Тебе кажется? Да не-не-не-не, и голос такой красивый. А-а-а, ребята, это, конечно, было очень забавно, но ладно, поехали. Так, у нас 2500 есть. Не, вообще по приколу можно попробовать жёстко вложиться. Сейчас на деньги, которые я получу с мяса, закупить каких-нибудь бургеров и пойти в розничную штуку продавать. Ну, как будто бы, это и прикольно, и дебильно в один и тот же момент. Ну, просто какой дебил, согласиться, ну, бургер, ну, посреди обочины купить. Поэтому на листочке вроде нормально, но на самом деле говно полное. Так, мы практически на месте, и мне просто реально интересно, сколько мне сейчас бабок дадут, потому что я мясо очень давно не делал. Если сейчас, ну, тысячи три-четыре, тогда я точно иду в казик, просто покупаю на все деньги фишки. Мы идём с вами жёстко подымать. Так, давай смотреть. И плюс 3600. Это 36 фишек, насколько я помню, поэтому погнали сейчас с этих фишек. Мы подымем, ну, просто колоссальное количество денег, я уверен. Доехать бы только целым невредимым. Я вот только думаю, сидеть как пуска, там играть по маму фишек, либо просто за x2 шить. Мне надо всего лишь-то два раза за x2 шить, условно, там на красно-чёрное поставить. И я смогу купить себе даже, ну, не самую нищую машину, а чё-нибудь посолиднее, там, за тысяч 10. Блин, у этого типа, наверное, денег не будет, но мы всё равно 500 баксов поставим, потому что всё-таки мы, блин, 3 километра ехали, поэтому, ну, тут как бы реально надо. О, согласился, всё, найс, найс, найс. Гражданин, здравствуйте, у вас как? Всё хорошо, всё отлично? Температуру в салоне устраивает? Заявись. Всего всего хорошего вам, до свидания. Так, он метку ставил не на такси, он ставил метку на штрафстоянку, но перепутал, я его... Оооо, спасибо, спасибо, спасибо. Ну, вот чьи вы, 100 баксов, ребята, понимаете, всегда в такси нужно быть добрым человеком, и доброта всегда будет оцениваться по достоинству, я вам говорю. Так, у нас тут заказик сформировался один, сейчас мы довезём гражданина. Я вот только одного не понимаю, как Артём сдавал мясо, я вот этого вообще не понимаю, если честно. То есть для этого ему нужна какая-то машина, как он это вообще нашёлся, я не понимаю. Так, нам гражданин перевёл 500 баксов, кстати, вообще, по сути, нам должно хватать этих денег, нам, ну всё. То есть, смотрите, нам надо чё? Нам надо купить машину и просто телепортироваться на Каоперико. На Каоперико стоит билет косарь, машина стоит 3000, то есть у нас, по сути, есть деньги, и мы, по сути, всё, можем, ну, финалиться, по идее, да? Теперь подбегаем... А, у меня какие-то фишки есть. Ладно, мы их не будем трогать. Так, выпали нули. 36, смотри. 36 мы ставим на чёрное. Пожалуйста, чёрное, просто чёрное, да? Найс, отлично, чёрное залетело. Теперь мы вот эти 72 фишки ставим... Блин, как будто красное будет, не знаю, чувствую я так. Если сейчас выигрывает, то у нас получается 144 фишки, а это 14 тысяч. Мы на тачку сможем потратить 12 тысяч и 2 ещё на билет. Поэтому, пожалуйста, дай красное. Всё, что нужно, это красное дать вот прямо сейчас, малю. Только не нули, не чёрное, красное что-нибудь. На 14 как-то, блядь, остановись. Найс, отлично! Может, третье? Нет, ладно, нет. Всё, у нас деньги есть. 144 фишки мы продаём, следовательно, 2000 на билет и ещё на машинку оставляем. Всё, забираем нашу тачку и едем быстрее покупать что-то своё. Так, ну смотрите, 4000 мы заработали, поэтому поехали покупать машину. Я надеюсь, у меня есть, кстати, парковочные места. Купим сейчас тачку и поедем на Кайперику. Была какая-то тачка за три косаря, по-моему, нет? Нет. 4 тысячи надо, блядь. Это нам ещё косарь надо заработать, получается. Ё-моё. Ну всё, ребят, на конец то. Мы выполнили всю работу, мы заработали 5 косарей. Теперь нам точно хватит денег на всё. А, поработали мы сегодня с вами, конечно, на свалу. Всё, теперь точно мы заканчиваем работу. Подходим сюда. Купаем вот эту прекрасную машину за 4 тысячи баксов. Да. В автосалоне не осталось машины на продажу? Тут товар закончился на складе. Нееет. Блин, ну до ближайшего очень долго ехать, да? Подъезжаем вот сюда, вот и всё. Запомнили, 11 тысяч у нас есть. Вот это вот, ну, это не для нас. Не, ну торнадо, ну это бред. Дай чё-нибудь за 11 тысяч, пожалуйста. Короче, нет, чё-то адекватное мы вряд ли купим. Придётся реально покупать что-то вот из этого. Ну, блядь, торнадо, делюкс. Ну, ну. Зато стильно. У нас остаётся ещё 6 тысяч долларов, и нам этих денег точно хватит на билет. И как же я сейчас надеюсь, что я буду первый. Потому что по факту, для вас, мне кажется, я нарежу на минут 5 вот свою часть. Но на самом деле, прошло 32 минуты. Мужики, расступаемся, элитная машина едет. Нееет. Да у него реально тормозов нет у этой машины. 100 говна за 6 тысяч. Так, мы наконец-то кинометки, и она как всегда адекватно не работает. О, найс, отлично. Минус 1000, и давай смотреть. Олега я нигде не вижу, следовательно, лёгкая победа для меня. Всё, и теперь вот так вот аккуратненько просто заезжаем, и бэс. Всё, мы на... Ха-ха-ха-ха-ха. Ух, емо, а куда? Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Мне сейчас не показалось. Это что было? Машина появилась и пропала. Да, мне не показалось то-то, что... Это у тебя белый кто этот? Да. Пикадор, да? Ну, не Пикадор, вот такая у тебя там стоит. Нет, вот-вот-вот он приехал на Ниссане. Ну, короче, я где-то минут 5 назад сюда приехал. Я одного не понял, как ты заработал так быстро денег? Я видел, ты мясо выплывал. Да, я сделал мясо 3600 из организации. А машина для мяса? Из организации. Нет, смотри, я хотел сделать что-то повеселее, но сделал душно, потому что я вообще не мог найти народ. Потому что от точки нашего старта я бежал до особняка. Все это время ни одной машины я не встретил, меня никто не подвозил. Я увидел только одного новичка. Не, я просто знаешь, что сделал? Я отвез одно мясо, 3600 заработал, 3600 фишек на черное, 2 фишки на красное. И все, и у меня получается 14 тысяч баксов. Ну, получается, на 5 минут я тебя все-таки опередил. Субтитры сделал DimaTorzok